Приветствую вас, и было бы весьма неосмотрительно с точки зрения получения удовольствия от жизни, да, а, значит, с точки зрения того, что от жизни нужно брать максимум, и так далее, было бы крайне неосмотрительно стерять этого человека и как-то вот, ну, переставать с ним, взаимодействовать, потому что очевидно совершенно, да, что пока вы друг от друга получаете удовольствие и, в общем-то, все хорошо у вас, то есть проблем никаких вроде бы нет, то есть вам нравится, вы друг с другом общаетесь, вам хорошо, вы кайфуете, и, в общем, я не вижу просто-напросто причин для того, чтобы вам не взаимодействовать с друг другом, то есть в этом нет ничего плохого, ну, кроме разве что, кроме разве что возможного осуждения вас с стороны общества, но я не думаю, честно говоря, что об этом вообще нужно беспокоиться, об этом вообще нужно волноваться, потому что по большому счету в жизни нужно получать удовольствие и наслаждение, если оно действительно только приносит удовольствие и наслаждение, то есть если это действительно так, тут ведь нужно правильно еще понимать, что если, например, ситуация такая, что вам, например, мужчина нравится сильно, а вы видите от него, что он у вас, ну, он не видит вас так вот прямо уж совсем, как партнера, да, он не воспринимает вас, то тогда, конечно, имеет смысл от него отдалиться, потому что действительно ничего не получится, уход, а пока вас, в принципе, все устраивает, пока вам, в принципе, все нравится, то почему бы и нет, то есть что вы теряете? Главное, чтобы это не перераскало в какие-то претензии, в какие-то требования и так далее. То есть если вы почувствуете, например, что хотите от него чего-то большего, например, да, или почувствуете, что ревнуете его, или почувствуете, что, например, не молите без него, да, вот в этом случае, если у вас будет ощущение, что вы без него не молите, в этом случае можно тогда уже и задуматься о том, а вот стоит ли вам с ним быть вместе, потому что если мужчина не будет разделять ваши взгляды, если мужчина не будет с вами солидарен в том, что, ну, вот в том, что нужно больше, например, времени проводить вместе, допустим, то вот в этом случае, конечно, вам придется тяжело и тогда действительно нужно расставаться. То есть, понимаете, тогда вы оба получаете удовольствие от этого, почему бы и нет, почему бы и нет. Но старайтесь следить за собой, старайтесь следить за своими эмоциями, за своими переживаниями, да, старайтесь обслеживать их. Если вы почувствуете, что ситуация складывается таким образом, например, что вы уже больше страдаете именно, а не получаете какой-то позитив от этого времяпровождения, например, если вы чувствуете, что вы страдаете больше, то, естественно, из отношений нужно выходить, вот. То есть четко понимаете, четко старайтесь себе отвечать на вопрос о том, для чего вы вообще в отношениях эти, зачем они, и как вы относитесь к, ну, к человеку, да, то есть если вы, если вы просто хотите с ним быть, это одно, если просто хотите проводить с ним время, это другое, да, если, там, допустим, он вам нравится, то это прекрасно, великолепно, если он вам нравится, то общайтесь, взаимодействуйте, сколько угодно времени проводите с ним вместе, я думаю, в этом нет ничего плохого, сколько-нибудь плохого, вот. Но, если вы подтягиваете, что вам становится тяжело, и, да, то, соответственно, нужно выходить из отношений. Если вы знаете, допустим, такую историю за собой, да, если вы знаете такую историю за собой, что, допустим, вы не можете не влюбляться, что обязательно, если вы вот свои влюбились, да, и вот все, значит, все, вы влюбились, если вы знаете за собой такую историю, то, конечно, имеет смысл не вступать даже в отношениях. Понимаете, да, допустим, если у вас нет возможности свои личные границы как-то вот отценивать, если у вас нет возможности этого делать, если вы не можете отценивать свои личные границы, то в таком случае, конечно, лучше из отношений выходить. Это очевидно, это очевидно совершенно, потому что вам это принесет только вред, вам это принесет только разочарование. Если вы знаете, что вы можете получать удовольствие от времяпроводения с человеком и не загадывать на будущее, не загадывать вперед, то почему бы и нет? В жизни не так часто выпадает шанс провести время с человеком, с которым вам, ну, как минимум приятно. С другой стороны, с точки зрения психологии можно сказать, что то, что у вас появились чувства к преподавателю, это означает, что, ну, возможно, означает, что у вас есть какие-то проблемы с отцом. То есть, не обязательно сразу это такая, знаете, деструктивная появится с отцом. Да. То есть, это может быть просто невосприятие других мужчин в качестве партнера. То есть, обычно человек говорит так, что мне со своими сверстниками скучно. И именно из-за того, что вы эмоционально выживаете, ну, вот как вот вы думаете, как вот вам кажется, потому что это далеко не всегда так, и из-за этого вы смотрите на тех, кто постарше. Но те, кто постарше, они ведь всегда преследуют свои какие-то цели. Например, им сложно воспринимать человека, ну, например, вот вас, допустим, им сложно воспринимать вас как равного себе. То есть, вот пока, например, преподаватель воспринимает вас как, ну, как равного себе, да, а потом, когда пройдет время, какое-то время пройдет, и он, например, начнет вам, там, ну, что-то предъявлять, да, что-то требовать и так далее. То есть, очень сложно взаимодействовать с тем, кто младше тебя, да, вот очень сложно взаимодействовать с тем, кто младше тебя, по возрасту. То есть, человек, он волей-неволей, да, он чувствует себя кем? Чувствует себя родителем. И вот дело времени, пока ваш мужчина, значит, не подчувствует себя родителем с вами. Вот это дело времени. И когда он почувствует себя родителем с вами, вам будет либо неприятно это, и вы от него захотите уйти, ну, например. Либо ситуация будет такая, что вам придется подчиниться его воле, его, так сказать, позиции, потому что он будет говорить, что вот я лучше знаю, ты еще маленькая, ты еще ничего не понимаешь, да, и, собственно, мне лучше знать. Ну, согласитесь, с какой позиции довольно тяжело мириться, особенно если вы довольно такой самостоятельный человек, вот, и привыкли во всем, допустим, полагаться на себя только. Ну, вот. То есть, этот момент, вот этот момент, его нельзя забывать ни в коем случае, и нужно всегда учитывать. Вот. Ну, и последнее. Последнее. Вы говорите о том, что, значит, там, как думаете, что делать далее. Так, то есть, вы спрашиваете нас. Как мы думаем, что делать далее. Мы-то за вас, понимаете, не сможем это решение принять никак. Даже если бы хотели, потому что, понимаете, каждый судит со своей колокольной, каждый думает, исходя из своих каких-то чинностей, да, взглядов, там, и так далее. Понимаете? И поэтому, именно вот по этой причине нельзя говорить о том, что есть какой-то вообще правильный выход. Нельзя говорить о том, что есть какая-то верная позиция, потому что ее просто нет. То есть, кто-то вам скажет, что вот, вы поступаете аморально, что так делать нельзя, что вы, там, потом будете зелечь, что это связь, она приведет только к разочарованию, там, и так далее. Третье время, там, озлобитесь против мужчин. Ну, в общем, разные есть варианты. А другие, там, наоборот, будут говорить, что, там, наслаждайтесь, получайте удовольствие и так далее, и так далее. И каждый из них будет прав. Знаете? Вопрос в том, чтобы вы выбрали то, что вам хочется и так, чтобы вам это не вредило. Знаете, вот, чем отличается взрослый человек, ну, или, лучше скажем, зрелый человек, да, зрелый человек от ребенка, например, с чем она отличается? Он отличается тем, что зрелый человек будет делать то, что он хочет, но при этом он себе не навредит никогда. А ребенок, он, он, наоборот, он делает то же, что хочет, да, но он, при этом, при этом, он себе вредит своими действиями. Потому что у него желание на первом месте. У него нет там слова «надо», у него нет слова «могу», у него нет слов, которые есть у взрослого. У него есть слово «только хочу». Я хочу, и все, и вот, как бы, что-то я хочу, для меня это, вообще, самое главное, единственное, вообще, что меня волнует. И все. Знаете? Вот. Поэтому вам нужно сделать так, чтобы вы не нанесли себе вред своими желаниями. И, чтобы этот вред, если он в языке есть, ну, бывает такое, бывает такое, да, что, вот, хочешь что-то сделать, ну, делать какие-то вещи, да, и понимаешь, что все равно вредно, вред будет и будет. Вот. Чтобы вред не был ощутимым, да, чтобы он не влиял на вас как-то сильно, этот вред. Чтобы, 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 если что-то было у вас, чтобы вы этот вред с легкостью купировали. Ну, вот, по аналогии, допустим, допустим, вы, когда хотите, например, спать, допустим, и вы знаете, что там, ну, что нужно вот, что вы хотите себе это проделать. Ну, банально, посмотрите, например, там, какой-нибудь сериал. Вы сидите, смотрите сериал, вы понимаете, что вы не выспитесь, не выспитесь, да, да, вы понимаете, что вы хотите спать, что вам будет тяжело там, ну, вот, завтра, например, на следующий день вам будет тяжело очень, вот. Но вы все равно сидите, все равно смотрите этот сериал, там, что, как бы, вам он нравится, вы хотите его посмотреть. И все. И все. И вы это делаете. И да, вред вы себе оказываете этим. Ну, да, вы себе вредите. Можете вы этот вред купировать? Ну, да, вы можете его купировать тем, что, как бы, там, это не критично. То есть есть определенное плечо, да, есть определенный запас, есть определенный, вот, такой, как бы, кредит доверия. Есть кредит доверия вам. И именно потому, что этот кредит доверия есть, вы, как бы, и, соответственно, поступаете так, как вот вам хочется, хочется, и все. И это правильно. Это правильно. Потому что нельзя делать все же, только то, что надо, и только то, что хочется. То есть нужно делать то, что хочется, но при этом то, что не вредит. И чтобы не вредило другим людям, да. Вот это, пожалуй, самое, такое, самое-самое главное, что нужно сказать, что нужно знать вам. Вот так. Вот так. То есть если вы, значит, ну, поняли, что у вас действительно есть какие-то проблемы с отцом, да, тут на отсутствие обиды или чрезмерная привязанность, или, главное, фигура в вашей семье – это отец. Если вот это такое возникло, то в этом случае, конечно, я вам рекомендую психологу для проработки этих моментов. Чтобы вы не идеализировали преподавателя своего, чтобы вы могли воспринимать его как мужчину, а не как отца. Вот. В этом можно будет помочь. А так, в основном, действуйте так, как хотите, чтобы не было вред вам. На этом все. Надеюсь, что помог. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok